Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Барышев Василий задает мне вопрос, а точнее даже не вопрос Написал пост мне, но я не могу зачитать его, потому что я его воспринимаю в определенной степени вопросом Здравствуйте, жаль, что вы не говорите, какой уровень масла должен быть по меткам на щупе Обычно я стараюсь держать уровень масла в поддоне двигателя чуть ниже верхней метки, то есть отметки максимум Мой стаж шофера 57 лет Такой совет я получил еще будучи молодым шофером Именно шофером, а не водителем И горжусь этим званием вам всего доброго и удачи на дорогах Огромное спасибо за пожелание Я думаю, что это пожелание адресовано не только мне, а также и вам Друзья мои, если ваши знакомые, близкие или друзья оказались в сложной ситуации за границей Допустим, они находятся в Украине, а вы в России Или они в России, а вы в Украине И они нуждаются в вашей материальной помощи А у вас есть возможность и, конечно же, желание им материально помочь То у меня есть уникальная возможность помочь вам в передаче материальной помощи вашим близким Друзья мои, обращайтесь на этот электронный адрес Я обязательно расскажу вам условия, как это делается Итак, друзья, какой должен быть уровень масла на щупе? Это вот вечный вопрос Друзья мои, я рекомендую держать уровень масла под максимум Не переходя за отметку максимума, но под максимум То есть, ну может чуть-чуть ниже максимума Возьмите 1 мм от максимума, это идеальный уровень масла Можно сделать проще Допустим, условно, у нас есть нижняя отметка, минимум У нас есть максимальная отметка, максимум Мы делим вначале пополам, а потом каждую из этих частей тоже делим пополам И вот наша отметка уровня масла должна быть вот на верхней отметочке То есть, получается у нас 3 четверти Можно смело держать уровень масла на отметке 3 четверти Плюс-минус, можно чуть-чуть выше, можно чуть-чуть ниже Это особой роли не играет Вообще-то, в допуске уровень масла от минимальной отметки до максимальной Но почему рекомендую держать побольше? Конечно же, друзья мои, если вы знаете, что ваш двигатель жрет масло Подкушивает масло, то тогда держите по верхней отметке Можно даже максимум, иногда даже можно чуть выше максимума залить Ничего страшного с вашим двигателем не произойдет Я уже рассказывал, что уровень масла, это величина динамическая Она не стоит на месте Когда вы едете на автомобиле, масло у вас колышется в разные стороны И уровень постоянно болтается, он меняется То есть, можно проверить, конечно, только на идеально ровном состоянии Вы при определенной температуре Вот тогда будет, допустим, определенный точный уровень Но все это условно, достаточно условно И по этой причине, друзья мои, лучше всего уровень масла держать под максимальную отметку Если ваш двигатель не жрет масло, можете смело держать 3 четверти уровня То есть, от минимальной отметки 3 четверти Если ваш двигатель жрет масло, заливайте максимум Или чуть выше отметки максимум И все, это вот мои рекомендации, какой уровень масла должен быть на вашем двигателе Но если вы открыли, допустим, вытянули щуп Посмотрели, что у вас уже уровень масла под минимум А вы знаете, что вам менять через 500 или 1000 километров Друзья мои, то какой смысл уже масло доливать? Уже замените всего и все, все нормально Вот у меня, допустим, да, у меня вот этот 200-й, в котором я сижу У них проблема, они все берут немного масла На 10 тысячах масло от максимальной отметки падает до минимальной Я не доливаю масло Я специально делаю масло под максимум И катаюсь на этом автомобиле Иногда проверяю, проверяю, проверяю Но я знаю прекрасно, вот по пробегу, что пора масло менять Когда мне подходит время менять масло Я вытягиваю щуп, а там минимум Все, ну все отлично Но если, друзья мои, я еду в дальнюю дорогу Вот мне, допустим, надо будет там 2-3 тысячи километров проехать Я тут уже не буду ориентироваться, что мне менять в дороге где-то масло Я либо сразу поменяю масло перед дорогой Либо я себе залью масло по максимуму и поеду А потом, когда даже я пробег этот больше пройду Допустим, не 10 тысяч, я пройду даже 11 тысяч, может быть 12 Я вернусь обратно и я сразу поменяю масло То есть вот такие вот мои советы и рекомендации Надеюсь, этот мой совет для вас окажется полезным Если это так, ставим палец вверх и подписываемся на канал Если не нравится, значит, ставим палец вниз Друзья мои, обязательно также подписываемся на мой Дзен-канал Вот он, QR-код, направьте камеру с мобильного телефона На него, а если вы меня смотрите с мобильного телефона или с планшета То под этим видео в описании есть строка Переходите просто по этой ссылочке И подпишитесь на мой Дзен-канал на случай непредвиденных ситуаций Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях Всем пока!